Привет, мои дорогие подписчики, гости канала, ну и те, кто неосторожно зашел сюда. Да, сегодня у нас 10 мифов про то, во что мы искренне верим. Что ж, усаживайтесь поудобней и мы начинаем. Итак, миф номер один. Витамин С больше в цитрусах, якобы. На самом деле в свежем шиповнике витамина С примерно 650 мг, в красном перце, в болгарском 250 мг, и даже в смородине в черной 200 мг. Как появился миф? Просто. К 1908 году апельсиновая промышленность была в убытке. Производители не успевали продавать слишком большие урожаи фруктов. Альберт Ласкер придумал рекламную кампанию, в которой предлагалось делать из апельсинов сок и пить его на завтрак. Якобы это источник витамина С и очень хороший. Итак, миф номер два. Зубная паста. Сколько ее выдавливать надо? Мы постоянно видим в рекламе, как на целую зубную щетку выдавливают офигенное количество пасты. Но на самом деле это просто миф. Достаточно небольшой горошины пасты. А все и потому, что компании, которые производят пасту, хотят побольше продаж. И поэтому, чем больше мы ее будем использовать, нашей зубной щетки, тем быстрее она будет заканчиваться. А всего-то надо правильно их чистить. И все. Третий миф. Образ Санта Клауса придумала Кока-Кола. По правде говоря, впервые персонажа Санта Клауса в том виде, в котором мы его знаем, нарисовал художник Томас Наст в конце 19 века. Прообразом Санты является святой Николай, который раньше на открытках выглядел совсем иначе. Скромный монах в зеленом, синим, зимнем пальто. Прошу прощения. Ну, извиняюсь. А в 1931 году Кока-Кола, чтобы увеличить свои продажи в зимний период, запустила рекламную кампанию. Кока-Кольного Санту нарисовал Хэддом Сандболом. И он был не первым, но он сделал самое удачное изображение Санты. Да, тут не поспоришь. Действительно классно. Четвертый миф. Диспактериоз – это болезнь. Если честно, в международной классификации такого заболевания не существует. Как появился миф? Использование термина диспактериоз? Ё-моё, ну чё полегче нельзя было придумать. На территории Восточной Европы поддерживается фармацевтическими компаниями, в том числе и западными. Интересно, что на Западе и в США никто не использует этот термин. Надо же? Удивительно. Пятый миф. Пятый. Существует плохое растительное масло с холестерином. Правда, ни одно растительное масло не содержит холестерин. Он есть только в сливочном масле. Запомните это, ребятки. А как же появился этот миф? Ещё один из маркетинговых трюков. Для увеличения продаж. И всё. Надпись «Не содержит» привлекает внимание покупателей намного быстрее и намного лучше. Всё просто. Шестой миф. Фруктовые мармеладные мишки делаются из сока. В состав желатиновых сладостей входит сахар, крахмал, пищевые красители. Но там нет фруктов и нету сока. Вообще. Как появился миф? Детская форма желейных конфет ещё не делает их полезными и безопасными для детей. Но чтобы увеличить свои продажи, компании, которые производят подобные желейные конфеты в виде мишек, червячков и так далее, пытаются убедить, что они полезные. Что якобы они сделаны из сока, сделаны из натуральных фруктов. На самом деле этого ничего там нету. А количество желатина, которое там есть, в больших количествах, может вызвать даже запор. Так что задумайтесь. Седьмой миф. Оставлять телефон заряженным на ночь вредно для аккумулятора. Одно из самых популярных заблуждений, ребята. Производители смартфонов уже давно решили проблему. Когда устройство полностью насыщается, оно автоматически перестаёт заряжаться и впоследствии только изредка подпитывается для поддержания заряда на 100%. Вот так вот. Я этого сам не знал. Восьмой миф. Чем больше гигагерц в процессоре, тем лучше. Тактовая частота процессора давно перестала быть определяющим фактором скорости работы процессора. На производительность также влияет архитектура процессора, объём кэша, количество ядер и другие факторы. К примеру, современные чипы работают гораздо эффективнее старых. Новый процессор с 2,8 ГГц может работать в разы быстрее старого с 3,3 ГГц. Итак, девятый миф. Чем больше мегапикселей в камере, тем лучше снимки. Знаете, сам ловился на этот миф. Число мегапикселей – это количество светочувствительных точечек, изображения на чипе. Если у маленькой матрицы слишком много пикселей, то снимки получаются не самого лучшего качества и с большим количеством шума, чем на точно такой же матрице с меньшим количеством мегапикселей. Так что 12-мегапиксельная камера в новом телефоне – это просто красивый маркетингный вход. Кто бы сомневался. Десятый миф. Последний. Чем больше палочек, тем лучше связь. Вы поняли, про какие палочки я говорю. Нет, палочки уровня связи на вашем телефоне почти никак не связаны с качеством приёма. Они лишь показывают, насколько близко вы находитесь к базовой станции. И на мощность сигнала влияют другие факторы. Например, количество абонентов, которые одновременно с вами используют сеть. Поэтому не удивляйтесь, когда у вас полно палочек, а с качеством связи ужасное. Билайн, я о тебе говорю, кстати. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, также вам понравилась новая заставка. Ну, будем работать дальше. Буду... У меня есть ещё одна заставка. Ну, как, почти есть. В следующем видео я постараюсь её применить. И мы решим, какая же из них круче. Ну, ладненько, ребятки. Удачи, здоровья. Пока. И это... Подпишись, пожалуйста. Если ты гость. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok